В наш город пришла зима, наступили морозы, минус и ночью, и днем, поэтому самое время снять видео про то, сколько может проехать электромобиль в таких условиях. Начинаем наш эксперимент. У нас получается 234 километра сейчас. Прогнозируемых 55 процентов зарядки. Мы обнулили Trip-A до нуля. Прокатаемся из прогнозируемых 100 километров. Значит, когда будет 134, посмотрим, сколько мы в итоге по факту проехали. Вот у нас зима. Отопление мы будем включать в печку на 23,5. Она будет всегда включена. Ну, в принципе, нам хватает комфортно. Температура у нас минус 7. Сейчас, не знаю, вот уже 233 километра, пока говорил. Вот. Ну, сегодня немного проедем. Завтра у нас много будем ездить. Ну, начнем с сегодняшнего дня снимать. Музыка Ну, в принципе, сегодня вот мы коротко проехали. За дочкой в школу. 8 километров проехали. Но потратили мы на это удовольствие 18 прогнозированных километров. О, получается. Компьютеру у нас расход 26 киловатт на 100 километров... на 10 километров. Я специально укоротил. Ну, 26 киловатт расход. Ну, думаю, что как раз завтра мы это количество и израсходуем. Кстати, печка вот так же работает на 23,5. Еще посмотрим, сколько за ночь разрядится. Потому что температура также минус 7, но ночью сегодня обещает минус 15. Продолжаем наш эксперимент. Так, утро второго дня. Смотрим, сколько у нас батарея. 51, 214. За ночь батарея не потеряла ни в километрах же, ни в процентах. Вот. Значит, продолжаем наш эксперимент. Температура ночью у нас опускалась до минус 14. Ну, как бы, не Астана, конечно, но все равно холодно. Так, в общем, проехали 100 километров прогнозируемых. Фактически проехали 40 километров 400 метров. Потратили 24 процента. Значит, по расходу... Ну, показывает, что на 50 километров у нас 21 киловатт. Мне кажется, немного врет. Печка также у нас на 23,5. Ну, в общем, на полном заряде можно проехать, получается, 160 километров в зимний период. Температура была, ну, во время движения от минус 8 до минус 6. По итогам этого видео можно сделать вывод, что зимой надо будет в два, а может даже и в три раза чаще заправляться, чем весной, летом и осенью. Ну, надеюсь, что видео было вам полезным. Всем удачи, до свидания. Продолжение следует...